В окружении самого Таро говорят, что его все же передадут Грузии. 15 мая промышленный райсуд Оренбурга продлил срок содержания вора в законе Тариела Аняне, Таро, под стражей до 8 октября. Напомним, он был задержан как лицо без гражданства и на основании международного уведомления о розыске и аресте сразу после своего освобождения из колонии особого режима номер 6 «Черный дельфин» 9 апреля. Солилецкий районный суд Оренбургской области в тот же день арестовал законника на 40 дней до 19 мая. В Испании Аняне обвиняется в отмывании денег и создании преступного сообщества, действовавшего с 1995 по 2005 год. Прокуратура королевства требует для законника 8,5 лет тюрьмы и штраф в размере 50 миллионов евро. Однако, по данным неназванных источников, теперь силовики ставят под сомнение вероятность передачи Таро испанцам. Накануне освобождения законника уже было известно о его депортации, так как еще летом прошлого года его уведомили о нежелательности пребывания на территории РФ. К тому же, как стало известно, еще в 2010 году ФМС признала незаконным получение Аняне российского гражданства. Российский паспорт он получил в 2006 году на основании прописки в Татарстане на 6 февраля 1992 года, по закону, вне зависимости от места рождения, лица, которые на эту дату постоянно проживали в Российской Федерации, имели право на получение гражданства. Однако проверка показала, что запись в домовой книге о прописке о няне в Бугульминском районе татарской АССР была внесена задним числом. В связи с этим в окружении самого Таро рассчитывали, что его передадут Грузии, откуда он родом, а оттуда он смог бы сразу же вылететь в третью страну, скорее всего, в Турцию. На это представители его клана рассчитывают и сейчас. Тем более, что как показывает практика, Россия крайне редко выдает Испании подозреваемых, тем более таких крупных, как Таро. Ведь подобное уже произошло в 2006 году после его успешного бегства из Испании, когда в отношении него уже был выписан ордер на арест. В 2009 году он был задержан в Москве по обвинению в похищении бизнесмена и вымогательстве. Спустя год хамовнический суд столицы приговорил вора в законе к 10-му годам заключения. С учетом времени, проведенного под стражей во время следствия, Таро должен был выйти на свободу 11 июня 2019 года. Однако ему удалось через суд добиться сокращения срока наказания до 9 лет и 10 месяцев. Базирирующиеся главным образом в Турции кутаистские и сухумские кланы, возглавляемые соответственно Таро и Мирабом Джангвиладзе, Мираб Сухумский, являются на сегодняшний день самыми мощными воровскими формированиями на постсоветском пространстве. И как мы уже описали, после того как Таро наконец окажется на свободе, обострится борьба за место вора в законе номер один. До недавнего времени это звание закрепилось за Захарием Калашевым, шакры молодой. Но когда стало известно, что он надолго отправится в колонию, то летом прошлого года ему нашли замену в виде вора в законе Олега Шишканова, Шишкан. Сейчас в высших эшелонах криминального мира наблюдается некое затишье, чем и может воспользоваться Таро.